Бутерброды, тосты, брускеты, казалось бы, такого рода перекусы, это что-то на скорую руку и на бегу. На самом деле в этом есть место для творчества, еще и очень удобно для тех, кто только начинает свой путь на кухне. Кто боится готовить сложные блюда, кто еще недостаточно набил руку, чтобы что-то обжаривать или при правильной температуре запекать, вот как раз можно начинать с малых форм. Брускетта с сыром, с рикоттой и с дурблю и с подвяленной грушей. Вообще сыры в европейской традиции очень часто где-то рядышком с десертом, а то и просто на их месте, поэтому те, кто предпочитает именно европейскую кухню, уже давно привыкли к тому, что сыры подаются с медом и с конфитюром, и то, что сочетать их с чем-то сладким, с ягодами и с фруктами, это всегда очень вкусно и изысканно. Хлебушек бездрожжевой, что-то типа чиабатты, можно взять либо пшеничный, если хочется, белый, если хочется все-таки соблюдать правильное питание, то на какой-то гречневой или льняной основе. Да, мы сейчас его порежем, подсушим и потом уже будем сервировать для духовки. Добавляем подвеленное масло, выкладываем хлеб, обжариваем его, чтобы он был посуше, потверже для брускетты. Теперь мы наши заготовки выкладываем на противень. Это сыр рикотта. В отличие от сливочных сыров, которые продаются в известных брендах, и просто это сливочные сыры, там, с зеленью, с огурчиками и с какими-то еще добавками, рикотта, она более пресная, в ней нету соли. Но, в принципе, ради пикантности вкуса можно попробовать что-то более соленое. Да, творожный сыр. Да, творожный сыр, и мне кажется, даже сыр с зеленью в сочетании с грушей, это тоже будет очень пикантно в сочетании сладкого и соленого. А тем временем я занимаюсь грецкими орешками. Их надо меленько подробить. А я добавляю дурблю. Груша с дурблю, это, мне кажется, прям десерт. Я недавно была в Москве, и меня там угощали макарунцами с сырными вкусами, с разными видами сыра, в том числе груша, дурблю, бри с инжиром. Это было настолько вкусно, невероятное такое вкусовое сочетание. Отправляем наши брускеты на 5-7 минут в духовку, температура духовки 250 градусов. Добавляем капинамбур. Добавляем капинамбур. блюдо было по-настоящему десертное в принципе мне кажется это может быть опять же и мед и кленовый сироп и даже какой-нибудь конфитюр и вот такой у нас получился приятный перекус вообще идея бутерброда или брускетта как все это называют итальянцы она может быть весьма даже изысканной и экзотичной